Здравствуйте, еще раз. Мясо тоже у вас? Здравствуйте, еще раз. Да, это уже наша мясная продукция. Рассказывайте, что у вас по мясу здесь, что у вас вкусного есть? Утиная в паприке у нас, она идет рубленая, куриная, жареная, в натуральной оболочке. Блин, выглядит на самом деле, это все очень аппетитно. Печеночная, она у нас рубленая, она не паштетом, тоже очень вкусная. Свины и телячьи сардельки тоже производятся у нас, с их мы делаем. Также у нас вот есть ряд колбас. У вас такие сардельки, сейчас колбаса даже меньше по размерам. Да, согласна. Можем вас угостить. Сарделькой? Да. Давайте. Пожалуйста, попробуйте нашу продукцию. На вкус натуральная сарделька. Мы коптим на ольховой щепе, то есть у нас это запах. Тут почему вы говорите, что она похожа на натуральную. Запах щепы, натурального копчения. А вот есть посольская. Есть посольская, есть балыковая. Я хочу вас угостить с балыковой. Посольская, она со специями немножко, она больше на любителя. А я вас сейчас угощу балыковой. Какой там состав у нее? Балыковая, здесь рубленое мясо, тмин, шпик. Вкусно. Одно мясо просто. Да. Но здесь состав мяса другой. То есть это у нас присутствует говядина, также присутствуют шпики, также присутствует тмин. А может быть ее тоже попробовать? Да, конечно, не вопрос. Что мне нравится на ярмарках, всегда можно все пробовать. Смотрите, какая красота здесь. А вердикт здесь будет такой. Вкусно. Это просто и вкусно. Изумительно, натурально и качественно. Если честно, не могу определиться, какую взять, поэтому возьму обе, потому что это реально вкусно. А еще обратите внимание, здесь есть жареная утиная колбаса, которую, я думаю, в магазине так и не встретишь. Расскажите, пожалуйста, какой у нее состав, как она готовится? Там рубленое мясо утиное со специями, и она заполняется в кишку и жарится. А где ее готовят? Цех у нас находится в Подмосковье. Но для супа мне потребуется еще куриное яйцо, поэтому будь добрый десяток. Не вопрос. У нас есть два вида яйца – Недюревка и Дивеева. Они из Нижегородской птицефабрики. Смотрите. Шикарный размер. Яйцо крупное. Яйцо целое, не битое. Все, спасибо большое. Счастливо. Как и всегда, было приятно прийти сюда за покупками и отдохнуть на фестивальной площадке. Идем готовить.